Добрый день! Сегодня нашим гостем является участница знаменитого на всю страну шоу Камеди Вумен Надежда Ангарская, а также актриса и певица. Надежда, с приездом в родные пенаты! Добрый, добрый день! Спасибо большое! 8 лет назад ты уехала жить в Первопрестольную. Скажи, тоскуешь ли ты по малой родине и по каким вещам особенно? Ну, конечно, я тоскую, скучаю до сих пор. И меня тоже спросили, сколько ты лет не была? Я говорю, 4 года. И в этот момент у меня слезы на глазах. Ой, изменился город, много торговых центров, как будто бы выросла зарплата. Очень красивый, всегда мною любимый. Больше скучаю, наверное, по снегу, синему нашему небу, по людям и по виду из окна. Потому что я для леса столько спела песен в своем детстве, а еще столько не спела со сцены, мне кажется. Поэтому вид, да. Да, в принципе, ну Родина, ну как может быть она, как может не скучать по Родине? Тем более я уехала уже в сознательном возрасте, уже взрослый человек. Вот, да. Это навсегда, это в душе. В Нерингере ты закончила детскую музыкально-хоровую школу «Соловушка». Скажи, кто же все-таки ставил твой голос? Я думаю, что каждый в свою очередь, в свое определенный промежуток времени свой, внес какую-то лепту, конечно же. Первая это была Татьяна Алексеевна Сидельникова, благодаря которой, в принципе, я туда попала, в детскую музыкальную хоровую школу «Соловушка». Потому что она меня взяла, Петра Николаевича не было тогда в городе, он был в командировке. Но по совету Людмилы Алексеевны Соловьевой. То есть там прям такая вот была у нас драма. Я прогуливала детскую, я прогуливала школу вообще образовательную. И Людмила Алексеевна всегда говорила, на это девочке надо петь. И года два меня не отправляли в музыкальную школу. И потом отправили. Она у меня была воспитательна в лагере, в лагере мужества в Старом городе. Вот. И я вот благодаря ей Татьяна Алексеевна меня прослушала. Меня взяли, пришел Петр Николаевич, он меня послушал, отправил меня в кандидатский хор. Я еще год пела в кандидатском хоре. Потом обратно вернулась. Потом уже опять Татьяна Алексеевна стала. И у меня были уроки вокалом. И Людмила Владимировна, наша компонентра, тоже мне там что-то подсказывала. Ну, наверное, больше там была классика такая. Ну, то есть это была основа всех основ. Надежда, ты окончила музыкалку, но после средней школы ты поступила на факультет математический. Почему? Да. Ай, дело в том, что я уехала поступать в актерское вообще, да, я хотела стать актрисой. Когда я приехала в Москву, я поняла, что это вообще не мое. Пообщалась с теми людьми, которые там уже 5-6-10-й год поступают. И вообще они какие-то были для меня неадекватные, потому что я всю жизнь общалась с КВНщиками. Ну, это люди разносторонние, то есть там врач, воспитатель, учитель, программист, не знаю, журналист, инженер. Все мы по образованию были, да, учились разных учебных заведений. Но нас объединял КВН. Они все открыты, но актеры, они немножко для меня показались такие сумасшедшие. Эти люди, которых я увидела. Это сумасшедшие, в том смысле, для меня отрицательные. Я поняла, что я не могу вообще. Как-то мне было так дискомфортно. Я помню, во ВГИКе я прошла первый тур, ну, вот, прослушивала, не пошла, сразу купила себе билет обратно. И уехала домой. Ну, я купила себе билет так, чтобы еще отдохнуть, я же устала. И когда я приехала, уже все, было закончено, набор везде осталось только открытые горные разработки. И вот такая группа ПМ-99, прикладная математика. 99 – это год поступления. Ну, как бы, я говорю, ну, какой из меня горный инженер, да? Ну, пойду-ка я, я же программист, подумала я. И пошла, потому что в третьем классе я сдавала экзамен, чтобы поступить в математический класс. Я сдала, все, меня взяли, у нас был математический класс с математическим уклоном. Ну, как бы не программисты, ребята, давайте правду скажем. Так получилось, что пять лет я отучилась, я очень хорошо сдала ГОСы, все были просто в шоке, как я сама. Мне просто повезло. Диплом тоже защитила хорошо, и то есть за хорошисткой типа закончила, да, институт. Но я была такой довольна, когда я его закончила. Вы не представляете, как будто бы я за собой тащила чемодан без ручки с камнями. Это было так тяжело, мне было только последние два года легко, потому что я стала отличницей. Но все эти мои оценки уже не пошли в диплом, это были так вот. Высшая математика, типа прикладные какие-то там, геометрия, алгебра, теория вероятности, мат-статистика, мат-моделирование. Все, у меня это были тройки. Получается, восемь, шестнадцать тройк, восемь четверок и четыре пятерки в дипломе стоят. Ну, как моя мама сказала, пути к Господню неисповедимы, Надя. У тебя твое всегда тебя достанет и найдет. Ну, как-то вот оно меня достает всю жизнь, и, видать, нашло, потому что только в этом году вот свои, ну, как, не в этом году, в прошлом, да, такой подарок себе, и клип на день рождения я себе забабахала, и песни. То есть все, я вот определилась, что я хочу петь, я хочу петь те песни, которые мне нравятся, потому что, я считаю так, маленький город – это лакмусовая бумажка большой России. Если в городе нравился мой музыкальный вкус, что я пела, делала на сцене, хотя я пела не свои песни, да, я думаю, что это понравится и всей России. Поэтому с таким же, ну, напором мы сейчас берем вот как бы курс на Москву, скажем так. Поэтому математик-системный программист выпустил музыкальный свой первый альбом и снял первый клип. Надь, если углубиться в тему КВНа, вот сейчас многие говорят, что КВН как бы переходит в разряд шоу, то есть пропала некая политическая сатира. Что ты думаешь на этот счет? Я не тот критик, который может судить. Давайте так, нравится, не нравится. Был момент, когда он мне не нравился. Был момент, когда я была от него без ума, но я была маленькая еще, да, и смотрела просто как зритель. Для меня всегда это было шоу. Всегда, что бы ни говорили. Сейчас это другое шоу, просто все меняется. Ну, мы же не можем стоять на месте. Если брали политическую сатиру, я не думаю, что пишут, и ребята пишут, а им вырезают. Я не думаю, что это так. Может, просто перестали шутить, либо вот сейчас такой период, когда вот такие команды пошли. Нам не разрешали шутить, потому что мы такая веселая, веселые, добрые, красивые ребята из Якутии, которые поют джаз, почему-то и танцуют такие, да, такие, такие танцы. Вот, мы всегда прикалывались, что старый добрый якутский джаз. Юмор для тебя работа. Случается ли так, что в жизни бывают какие-то такие случаи, что вот она, хохма? Хохма всегда случается. Вы что? Мы в поезде ехали, 6 часов мы не спали. И Залдана до Неринга говорит. Мы смеялись, если это можно так сказать. В общем, мы ржали. Потому что мы вспоминали все истории из нашей гастрольной жизни. Ну, вот именно сейчас вот, да, в моем туре. Все, что было, что ребята увидели, что они пережили, какие эмоции. Ну, просто. У меня был самый веселый полет из Мирного в Полярный аэропорт. Это город Удачный. Мы летели на Ан-24. Я-то уже летала, а они-то нет. И мы над ними, я просто смотрела на них. Это было очень смешно. И нервное, ну, такое нервное напряжение. Еще ночи не спали. Есть сегодня же сразу концерт. То есть мы прям очень смеялись. Это была истерика у меня. Просто. Сегодня ночью мы вспоминали, как они тоже там гастролируют, какие нюансы происходят. Вспоминали, что такие казусы у нас на сцене уже за 6 концертов произошли. Самый смешный казус, когда ребята между собой что-то разговаривают, обсуждают за моей спиной. Танцуют и что-то друг другу говорят. А я на это отвлекаюсь и забываю слова. А петь-то надо. И я начинаю сочинять. Бог ты мой, что я тут сочиняю. А я вчера не сочиняла. Ну, я думаю, что это простит меня мой зритель. Потому что это все... Ну, как я... Не топорно. Вот я выучила, и все, и вышло. То есть у нас всегда и паузы там другие, и эмоции какие-то другие. Да, и музыкальные окраски другие. Ну, это все, это все жизнь. Мы всегда и без юмора в России прожить невозможно. Я думаю, поэтому наша страна сильная держава. Потому что у нас юмора в душе. У русского, у татарина, у якуты, я не знаю, у всех наций, которые здесь живут, наша огромная родина. Они у всех чувства юмора просто на высоте. Твой муж орает, родом из Иордании. И вот скажи, пожалуйста, не сложно ли строить отношения с человеком восточного склада? Ведь ты весьма самодостаточная, самостоятельная женщина. Как сказать сложно, не сложно? Мы до сих пор строим эти отношения. Это, конечно, я не знаю ни одной семейной пары, в которой не было бы какой-то притирки. А особенно у нас, конечно, это особенности вообще. То есть не знание русского языка. На обычном русском языке, как я вам с вами разговариваю, очень быстро могу говорить что-то. А он, что, говори медленней. Самая известная его шутка. Говорит, ты очень хорошо говоришь по-русски. Молодец. Всегда бывают нюансы какие-то. Естественно, они есть у нас, в нашей семье. Но они не такие огромные, чтобы о них можно разговаривать, кричать и говорить, о, господи, там что-то случилось такое. Нет, все как у всех, все очень обычно. Какие-то обыденные ситуации. Вот сейчас, Натя, ты в Нерингере. А с кем сын? Близкие не упрекают, что, может быть, мало внимания уделяется? Я сама себя, мне кажется, всегда этим моментом. Но когда я начинаю думать, как сказала мне одна учительница, она, кстати, тоже из Нерингера, и в КВН я пошла, и за нее вообще попала, Ирина Анатольевна Феофановна. Она мне сказала, что ты, наверное, можешь дать больше, чем бесталантные родители. Хотя, ну, любой родитель, он талантлив. Но она имела смысл в том, что я, разъезжая каким-то образом, накапливаю какой-то другой немножко опыт. И у меня, конечно же, встречи с сыном более, что ли, такие сильные. Но, конечно, я себя корю за то, что у меня нет дома, я не могу его брать. Но это очень тяжело. Конечно, ребенок мой такой брошенный в каком-то смысле. Но у нас там есть папа. Опять же, у него такой график работы, в котором он с ним может находиться. Еще у нас няня, которая с нами с двух месяцев. И огромное спасибо. Она пришла, вот ему было два месяца. Все подруги ее говорили, ты что, ты куда идешь? С ребенку два месяца, ты вообще с ума сошла? И вот он уже 2,5, и вот они с ним. Хотя кто-то говорит, что надо няню менять, чтобы не влюблялся, чтобы там не было такой материнской привязанности. И у меня другое немножко мнение. Я когда дома, я всегда с ним. То есть я его уже в садик, я его забираю с садика. Я все свои репетиции переношу на день. Я все свои тренировки даже. У меня тренировки бывают так, что в 6 утра тренировка. Чтобы были свободные дороги, я могла успеть доехать до зала обратно, собрать его, отвезти в садик, чтобы я была с ребенком. Твоя цитата. Если человек перестал себя критиковать, значит, он зазнался. Самокритика что дает тебе? Расти. Она мне дает расти. Я не очень люблю, когда меня критикуют люди. Это всегда всем неприятно. Но я прислушиваю все равно. Если это твой любимый человек, это близкий твой, моя подруга, например, которая меня критикует не потому, что я лучше пою эту песню, чем ты, например. Или у меня это лучше получается, а ты бы вот так вот сделал, потому что я тебе говорю. Нет. Когда это тебе подходит, и по душе говорят, вот там-то, там-то, на такой момент, давай так попробуй. Вот мы переделаем. И мне и не стыдно перед ними, потому что это мои люди. Они меня видели всякой разной. И в беде, и в радости, и в печали, и в горести. И нет у них никаких, знаете, в душе, когда червяки, зависть какая-то. Вот это я всегда слушаю. Это искренне и по-настоящему. Моя мама, конечно же. Моя мама очень открытый, прямой человек. Она может сказать, ага, понятно. А ты что сказала? Ну да, ну правильно. Нет, неправильно сказала. Или там, а что они там? Ой, это все пройдет. Ну то есть моя мама, она вообще оптимистка по жизни. Меня не брали в старших хор, меня не брали. У меня очень часто было, что я вот с первого раза ничего не получалось. Видите, даже в камеди я тоже со второго пошла просто, потому что, ну вот. Я не говорю, что я такая звезда, отказалась ни в коем случае. Я, конечно, не очень хотелось. Я просто не могла. А на двух стульях нельзя было усидеть, поэтому мне такой выбор предстоял. Ну что, уже было по 30 лет, и как-то ума нет, как говорится. Вот, и надо было что-то делать. Надь, если бы у тебя была возможность обратиться с 30-секундной речью ко всему миру, что бы ты сказала? Дороба, земля! Вот смотрю на нашу огромную родину и завидую сама себе, что живу в такой стране. Поэтому люди всего мира, объединяйтесь, любите друг друга, будьте патриотами, разговаривайте на родном языке, любите своих детей, близких, звоните почаще родителям, высылайте им денег, хоть иногда, да? Когда просят картошку выкопать, ну выкопайте, ну что, сложно вам, что ли? В отпуск билеты покупайте им, да и просто цените, что у нас есть такая замечательная планета, что у нас есть солнце, небо, воздух, вода, земля и все, что нас окружает. Просто не забывайте, что вы люди. На этом мы с вами прощаемся.